Есть особенная каста паразитов, крысов, тараканов или подобных что-нибудь. Вот смотрите, вылезли опять. Наконец-то, вот опять белые пушисты наши центристы. Это как раз то, чем председатель постоянно говорит, что русских надо осудить. Русские должны войну проиграть. Это те, кто никогда не сумели не защищать русское образование, они не сумели защищать даже памятников. Они забыли про них. Они сидели как крысы в своей норах и ничего не делали. Но вот они, плакаты, их плакаты весь город. Какие они хорошие, молодцы. Выбирайте. За что выбирайте? За то, что сейчас с помощью их сокровали русское образование? Вы опять пойдете за них голосовать? Покажите мне, человек, это те, кто будут молчать даже тогда, когда будут закрывать русские библиотеки. Как в Украине сегодня оттуда выбрасывают все русскоязычные книги. Но они будут молчать, потому что они же рукопожатые. Они такие хорошие, всегда хорошие, добрые. Потому что они пишут, что мы за вас. Может, они друг друга говорят, что мы за вас, мы за тебя, да? А их председатель только говорит, что русские такие-сякие, с Россией надо исправиться. Как их можно доверять? Они, они как, знаете, не способны ничего. Они как, как я сказал, вот такие маленькие, нищие, насекомые, на шубе собаки или кошки кусают. Питается кровь наша. Но для нас ничего не делать. Мы движение КОС, хоть говорим, потому что пора объединиться в сам мир. Люди, объединимся. У нас нет другого Эстонии. Только мирная Эстония должна быть. Только Эстония, кто будет и между собой дружиться, и со всеми своими соседями дружиться. А эти, вчерашний день, забытые, они вчерашние, они история, они хотящие, мертвецы. Ни энергии, ни живых. Они как политические импотенты. Не станет уже давно. И владеть не могут. Кроме обещания, каждый раз, кроме плакатов, что печатано за наши деньги. За твои деньги, за твои налоги, за городские деньги. И они везде, ядовирую, мы такие одинакие. Везде выставили себя. Да, мы не можем позволить. Нет у нас таких денег. Мы народные движения. Мы народные кандидаты. Мы разные. Но мы такие, как вы. Мы не идеальные. Мы не белые бушистые. Но мы люди. Просто люди. Кто хотят в Эстонии жить мирно и благополучно. Но они такие, как они толкают сегодня нас на войну. Но не за счет своих детей, не своих родителей, не своих дочерей и сыновей. А за нас. За наши. Они хотят, чтобы наши дети погибли. Они мальчат, когда здесь попытаются убрать, убрали памятники. Они мальчали, когда практически принимали закон русского образования. Они будут мальчат, как я сказал, будут уничтожать книги. Наша библиотека русскоязычная. Я даже не сомневаюсь в этом. У них это принято. У них партийная линия такая называется. Они всегда говорят, а мы же не можем. А вы же были власти сколько лет. И Экре была власть. И социал-демократы были власти. И вы никогда ничего не можете, потому что вы импотенты. У вас уже не станет. Ничего не станет. Люди, хотите мир, спокойствие, благополучие. Голосуйте за людей гос. Какие они есть, неважно. Божество, края, они есть. Мы есть и Марду. Мы есть и Кирилль. Мы и Нарве, и Йофи, и Котла-Ярве. И все Эстония практически. На Йоге, Вачу, Скоя, Таллин. Везде мы в Таллине есть. Не голосуй со вчерашний день. За эти льжов. Кто врут. Кто ничего не выполняет. Кроме обещаний давать они ничего не могут. Потому что что-то, что можно взять от импотентов. У них нет ни плана, ни близкого, ни дальнего. У них ничего нет. Есть только обреденный такой муниципальный, государственный ресурс. Чего они тратят на себя красивых, пушистых. А все остальные, это такие, их не фейковые лица здесь. Лица из прошлой. Люди, станьте людьми и станьте рядом. Станьте здравой мыслить эту страну. Потому что у нас нет другой. Надо объединиться. Все, кто имеют синий паспорт, надо идти на выборы. Не идти. Это преступность на своих детей, на свою веру, на свою память, на своих людей и близких. Это предательство страну. Это предательство исторической памяти. Это самое главное предательство будущих. Не делать этого. Люди, пора вставать. Устроен такой тихий, мирный, конституционный мятис. Переворот революции. Пархадный. Мы можем называть, как его хотим. Главное, чтобы это было мирно и спокойно. Чтобы мы здесь не воевали. И мы, я не призываю против идти с какими-то питами или так дальше. Никакого насилия. Мы требуем, чтобы люди, вы пошли на выборы. Наконец-то, да. Наконец-то делали хоть один раз этот правильный выбор. Не дайте себе покупать ручками, одними флайерами, тортиками, плинчиками и так дальше. И обещаниями. Они умеют этого. Я им обетно, что мой номер 1050 и доверимо голосую за наших людей.